Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов! Меня заинтересовал ролик на канале Николая Бондаренко на Дзен за Россия. Барби-щиновница опозорилась на всю страну, а откровенное видео начальницы отдела возмутило народу. Впрочем, нужно отметить, что об этом видео уже сказано немало и без Николая Бондаренко. Суть такая, заместитель начальника отдела в управлении капитального строительства в городе Пытьях, Хантамансийский округ, показала себя во всем блеске, так сказать. Впрочем, детализирую. Чиновницу зовут Екатерина Смирнова. Как я уже сказал, она заместитель начальника отдела УКС. Отдел называется отделом подготовки, сопровождения и контроля, проектно-сметной документации. И она на рабочем месте сделала видео и выложила его в социальных сетях. Видео всем показывающее, какая она красавица, как она хорошо одета и какой у нее шикарный кабинет. Наверное, также нужно добавить, что при этом она еще и не забыла подчеркнуть, какая у нее шикарная грудь. Она ее демонстративно подлаживала. На видео она также добавила надпись, описывающую происходящее. Эта надпись звучит так. Это я в своем розовом кабинете, в качестве начальника отдела. Готовлю документацию и считаю ремонт ваших дорог, светофоров, газопроводов и прочих городских объектов, попивая лучше раф, приготовленный у меня дома. Впрочем, давайте посмотрим. Вот это видео. Видео возмутило всю страну, особенно жителей Ханты-Мансийского автономного округа. И люди потребовали немедленно уволить Барби-чиновницу, как ее уже успели окрестить СМИ. Она уже удалила это видео из соцсетей, но она уже успела саморазмножиться. Его уже где только нет. Отвечать за это пришлось мэру города Александру Морозову. И девушку уже вызвали на расседание комиссии по служебному поведению. Эта комиссия имеет полномочия ее уволить. Хотя чем это закончится, понятно, еще неизвестно. Но, наверное, финал этой истории тоже сообщается в этом массовой информации. Бондаренко по этому поводу сказал, что на Смирнову, как взглянешь, так сразу ясно, что она слуга народа. Себя не жалеет, в России думает. Понятно, он сказал это в сырунии. Но и понятно ответил, каково это сейчас, в наше трудное время, смотреть такое обычным людям. Вот как он это сказал. Нормально, да? Я вам знаете, как скажу? Это троллинг нового уровня. А это фифа в розовом кабинете, попивающий, как она сама выразилась, лучший раф, заместитель начальника отдела в управлении капитального строительства целого муниципалитета. На нее взглянешь, сразу скажешь, слуга народа, себя не жалеет, а Россия думает. А если серьезно, представляете, вот это видео попадется учительница с зарплатой в 15 тысяч рублей, с чудовищными переработками. Или, например, шахтерам, угольщикам, которые смену отпахали под землей, наверх поднимаются, в интернет залазят, а там вон оно что. Он также отметил, что очень надеется, что ее взяли на работу за то, что она действительно профессионал. А не за красивые глаза. Прямая цитата. И отметил, что она пыталась оправдаться. Заявляла, что работает за четверых, поздно приходит домой, ну и так далее. Ну и ясно, что он дал понять, что этому не верит. И считает, что именно вот такие вот чиновницы и дослуживаются до высоких постов. Мысль, конечно, не новая. Здесь вспоминается цитата из стихотворения еще из советского юмористического журнала «Крокодил». Блоха собою неплоха взлетела высоко. Хотя во всех делах блоха, простите, не подкована. Бондаренко также подчеркнул, что это наглядно показывает, что чиновники совершенно оторвались от народа. И они всего этого непотребства уже не только не стыдятся, а напротив, открыто им градятся и вовсю хотят похвастаться. Что здесь можно сказать? Мысль, что Путин и номенклатура уже давно живут в какой-то другой России далеко не нова. И впервые высказан далеко не мной. И, конечно, данное видео наглядно эту мысль подтверждает. И здесь сложно спорить, что поведение Екатерины Смирновой это классический пир во время чумы. Касательно высоко взлетевшей блохи мысль тоже не нова. И что греха таить, так, к сожалению, тоже бывает. И тем не менее, здесь Бондаренко ошибается. И очень серьезно ошибается. Мне много лет пришлось работать с номенклатурой самого высшего калибра. И я должен со всей ответственностью сказать. Красивая женщина на высокой руководящей должности – это крайне редкое исключение из правил. И это далеко не случайность. А это главная закономерность номенклатурной системы. В условиях политаризма красота, как и ум, кстати, практически всегда проклятие, а не благословение. Я, кстати, думаю, что Екатерину Смирнову, скорее всего, уволят. Кто выживает в условиях политаризма и становится хозяином положения, лучше всех показал еще Александр Грибоедов в своей бессмертной комедии «Горе от ума». Выживает и доминирует раболепный и угодливый халуй и приспособленец. Он показал это на примере Фамасова и Молчарина. Кстати, обычные люди благодаря великому Сталину не знают, что такое политаризм. Поэтому мой подробный ролик о нем будет под публикацией. И, конечно, это чудовищно и, более того, по-настоящему мерзко и отвратительно, что хозяином положения в нашей стране всегда становится только раболепный халуй и приспособленец. Но беда в том, что он не только арбалетный. Куда более важная беда здесь в том, что он еще и полуграмотный. Но дело в том, что красивая женщина очень редко бывает такой. И причина понятна. Красивая женщина не привыкла угождать. Напротив, она привыкла, чтобы ей угождали. Вот собственно и все. Именно поэтому среди номенклатуры так мало красавицы. Это, кстати, очень важная деталь номенклатурной системы, которую тоже очень важно. Никогда не забывайте. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики.